Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. А сейчас время региональных новостей. В эфире телерадиокомпания «Анапа-регион» и я, Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. На пути к спортивному Олимпу глава Анапы проинспектировал ход ремонтных работ в спортшколе поселка Виноградный. Имя Кубани с ветеранами библиотечного дела обсудили перспективы развития отрасли. Новый детский парк и жилые развлекательные комплексы появятся в Анапе. В рамках инвестиционного форума в Сочи были подписаны ключевые соглашения. Последствия вчерашнего ливня оперативно ликвидировали муниципальные спасатели. Сильные осадки. За 15 минут – почти месячная норма. Выпали в Анапе, Виноградном, Уташе, Джигинке и Станице Гастагаевской. Самая сложная обстановка сложилась в городе. Здесь началось подтопление участков улицы Северной, Новороссийской, Советской и Заводской. По улице Северной пошли обильные осадки и начала поступать вода в придворовые территории. Тут же была организована работа. Силами муниципального учреждения службы спасения был организован выезд. Задействованы две единицы техники, пять молотопомп и личного состава 15 человек. Управлением жилищно-коммунального хозяйства были приняты превентивные мероприятия по очистке ливневых стоков. Все стоки в районе улицы Северной были прочищены. Те мероприятия, которые были проведены, они дали положительный, правильный результат. Сегодня в Олимпийской столице проходит международный инвестиционный форум «Сочи-2016». Для делегации Анапы, которую руководит глава курорта Сергей Сергеев, этот день основной. Прошли важные деловые встречи с инвесторами. Подписано соглашение о строительстве детского развлекательного парка «Книга джунглей», жилого комплекса «Высокий берег», водно-развлекательного комплекса «Белые паруса», курортного отеля и спального корпуса с помещениями курортного обслуживания пансионата «Анапчанка», а также о комплексном освоении территории Черноморского побережья города-курорта «Анапа». Также Сергей Сергеев принял участие в обходе экспозиции Краснодарского края вместе с главой региона Вениамином Кондратьевым и заместителем председателя правительства России Дмитрием Козаком. Внимание руководителей привлек проект «Ласточки на гнездо», который входит в десятку приоритетных проектов края. Его макет выставлен на «Анапской площадке». Мероприятие инвестиционного форума продолжится до 2 октября. В Виноградном идет ремонт зала спортивной школы «Олимп». Более 200 юных спортсменов, жителей поселка с нетерпением ждут его окончания. Пока тренируются в школьном спортзале на стадионе и по-прежнему радуют тренеров и родителей наградами в серьезных соревнованиях. Сергей Сергеев приехал в Виноградный, чтобы убедиться лично. Ремонт идет по графику. Скоро воспитанники «Олимпа» получат современный зал для занятий. Спортивный «Олимп» Виноградного. В этих стенах вырастили не одно поколение спортсменов. В декабре 2014-го здание подожгли. Полиция злоумышленников не нашла и дело закрыла. Но как закрыть спортзал, куда на занятия ходило больше 200 детей? Ремонт затягивался. Ту смету не составили, ту проект не утвердили. В ситуацию вмешался глава курорта. С того момента, когда он взялся конкретно за решение этого вопроса, он достаточно быстро нашел выход из положения. И этот выход устраивает нам абсолютно всех. Ремонтные работы идут успешно, считаю. Потому что люди работают с зари до зари. И идут с опережением графика своего ремонта. Также нет никаких нареканий по качеству выполнения ремонта. Все, что нужно. И даже сверхоговоренных работ бригадой выполняют. И делают это достаточно быстро. Рабочие готовят стены под штукатурку, покрасят потолок, поменяют полы. Заменят сантехнику и систему отопления. Говорят, сдадим под ключ. Сергей Сергеев ходом работ доволен. Пока занятия юных спортсменов проходят в школьном зале, когда позволяет погода в их распоряжении стадион. На днях пришел современный турниковый комплекс. Их Анапа получила бесплатно, участвуя в социальном проекте. Одну воркаут-площадку устанавливают в виноградном для спорта массового, дворового. Для профессиональных спортсменов нужны особые условия. Прежде всего мы зал делаем с учетом наших успешных волейболистов. Там будет специальное для волейбола, современное покрытие установлено, которого, пожалуй, в Анапе нет нигде. Самое современное, самое удобное. Там будут у них удобные сетки, регулируемые по высоте. Там будет, естественно, другой инвентарь. Вот они, юные звезды волейбола. Девчонкам по 16, но мастерства хватает, чтобы одержать верх над взрослыми и серьезными соперниками. Вернулись с бронзой с чемпионата России и чемпионата Восточной Европы среди взрослых команд. Привезли серебро с чемпионата края. Были сильные эмоции, когда мы заняли второе место, потому что играли с сильными соперниками. За первое место играли с мастером спорта по пляжному волейболу, который старше нас. Ну, конечно, ожидали первое место, но второе, да, были рады. Ради таких улыбок и стремлению к победе и стоит находить все возможности, чтобы возвращать к жизни спортивные объекты. Глава курорта еще не раз приедет в Виноградный. Кстати, один из поводов проверить, как выполняется его поручение. Привести в порядок парк поселка ни одного квадратного метра зеленой зоны не должно уйти под коммерцию или застройку, подчеркивает Сергей Сергеев. Кстати, завтра в поселке Виноградном состоится второй открытый фестиваль силового многоборья «Сила Кубани». Тяжелоатлеты из Южного федерального округа будут соревноваться в силовом экстриме. Кроме того, на стадионе будет работать выставка оружия времен Великой Отечественной войны. Пройдет праздничный концерт. Прием заявок и взвешивание участников начнется на стадионе поселка Виноградного с 11 часов. Начало соревнований в 12.00. Приглашаются все желающие. Фермерам расскажут, как получить государственную поддержку. Завтра в районе центрального рынка села Цибанабалка пройдет день малых форум хозяйствования. Организаторами мероприятия выступают Управление сельского хозяйства. Сельхозтоваропроизводители смогут получить информационно-консультационную помощь по вопросам предоставления государственных и краевых субсидий на развитие своего дела. Необходимые консультации фермерам дадут специалисты Управления экономики и инвестиций, сельского хозяйства, Центра занятости населения, кредитных учреждений. Также здесь можно будет приобрести сельскохозяйственные товары, будет работать праздничная ярмарка, выставка птиц и других животных. Организаторы обещают и культурную программу. Мероприятие будет проходить с 8 до 13 часов. Принять участие могут все желающие. В Краснодарском крае в рамках акции «Планета ресурсов» во всех муниципалитетах прошли ярмарки-вакансии. В Анапе мероприятие прошло на базе сельскохозяйственного техникума. Особенностью нынешнего года стало появление крупного работодателя, которому необходимо нанять около 2000 специалистов для строительства нефтяного терминала «Антамани». В этом зале представители 23 работодателей из различных отраслей. Санатории, рестораны, гостиницы, сельское хозяйство, торговля, здравоохранение. Всего около 300 вакансий только здесь, в компьютерной базе в 5 раз больше. Этот стенд один из самых популярных. Крупная компания ищет персонал для строительства нефтетерминала, железной дороги и причала «Антамани». Нужно около 2000 человек на вахту. Евгений Едимов из Амурской области. 10 лет жил в Москве, с января в Анапе. Ему 68, называет себя реалистом, но вдруг кому-то понадобится его многолетний опыт инженера-строителя. Поэтому взял анкету. Хотелось бы поработать, потому что вроде здоровья есть, образование есть. Моё же всегда есть. Жить-то надо. Здесь же можно получить консультации специалистов по трудовому законодательству, повышению квалификации, переобучению и другим вопросам. Илья Сорокин получил по линии центра занятости 117 тысяч рублей на организацию своего дела. Добавил примерно столько же собственных средств. И этого хватило, чтобы этой весной начать выращивать грибы для кафе и санаториев. Пока мощность производства около 800 килограмм в месяц. На самом деле здесь нужно просто очень грамотный бизнес-план составить. У меня просто был опыт бизнеса раньше, и мне эта сложность не доставляла. Но основная задача – это бизнес-план сделать, разработать. И все объяснить. Нужно поверить, во-первых, самому, что у тебя все получится. И убедить комиссию, которая эти деньги выдаёт. Осенние ярмарки-вакансии, как правило, посещают около 300 анапчан. Весенние – в два раза больше, потому что идёт подготовка к курортному сезону. Ярмарки-вакансии популярны и очень эффективны, потому что на самом деле очень большое количество трудоустроенных после ярмарки. 52% трудоустройства после ярмарки – это лучший показатель в крае. Как рассказали в городском центре занятости, уровень безработицы в Анапе – 0,2% от экономически активного населения, что в три раза меньше общекраевого показателя. В Центральной библиотеке прошла встреча с ветеранами библиотечного дела в рамках проекта «Имя Кубани», посвященного 80-летию со дня образования Краснодарского края и Международного дня пожилого человека. Хранители книг отмечают, что анапчане начали возвращаться из интернета в читальные залы, в том числе и благодаря инициативе библиотекарей, которые используют вполне современные маркетинговые ходы. Между балетом и книгой есть общий знаменатель. И то, и другое, по сути, классика. В зале собрались те, кто проработал в библиотеках города и района по несколько десятилетий. Ольге Андреевне 70 лет, из них 38. Она работает в библиотеке «Станица Анапская» и за это время ни разу не изменила выбранные профессии. Люблю свою профессию, люблю книги читать. Любовь к чтению прививала сначала учительница младших классов, занимаясь с ребятами в том числе и во внеурочное время, затем преподаватель русского языка и литературы. Со временем сформировался своеобразный клуб активистов. Мы приходили, у нас несколько человек было активистов, нам позволялось заполнять инвентарную книгу. Поступали новые литературы, пахла она бы того хорошо. Позже в ту же библиотеку пришла работать сестра. У Натальи Фомаидис стаж 39 лет. Затем дочь. Правнучке 2,5 года, и она уже ориентируется среди полок, любит книжку про собаку. Библиотекари отмечают, что читатель начал возвращаться из интернета, потому что, как говорят они, наигрался. Я думаю, что начитались мы интернета, начитались телефонов, и я очень рада, что читатель возвращается. По словам Натальи Фомаидис, среди читателей немало молодежи. Сама она переживает за тех, кто раньше ходил в библиотеку, но перестал по каким-либо причинам. Обзванивает, рассказывает о новинках, которые подбираются сообразно предпочтений. Много современной литературы, в том числе в жанре фэнтези, популярном у молодежи. В современных реалиях используются вполне современные методы привлечения новых читателей. Извещение по телефону о том, что поступила такая-то литература, которой ранее он интересовался. Но на данный момент почему-то какая-то проблема пришла, он перестал ходить. Приглашение в библиотеку. Потом у нас еще, вы знаете, у нас был такой десант высажен. Мы прямо по новым улицам Станицы Анапска пробежали и пригласили читателей в библиотеку. И сказали о том, что лучше книжку не купить, прочитать и вернуть, и не потратить свои деньги, а именно прочесть ее в таком формате и вернуть следующему читателю. Помимо прочего, библиотека остается местом, где можно встретиться и пообщаться, как собрались сегодня библиотекари, среди которых, как говорят они сами, не бывает бывших. Любовь к литературе и книге – это на всю жизнь. В Анапе на городских автобусах появится система, которая облегчит посадку слабовидящим пассажирам. Об этом сообщил сегодня председатель городского общества слепых Андрей Ермолов. В транспортном отделе городской администрации подтвердили, что вопрос прорабатывается. В одном из городских кафе накануне Дня пожилого человека встретились анапчане с ограниченными возможностями зрения обсудить общие вопросы и просто отдохнуть. Одна из задач встречи – чтобы ее участники сменили обстановку. Так говорят организаторы из Анапского отделения Всероссийского общества слепых. Вадим Бугурусланов пришел на встречу самостоятельно, но на последних метрах все равно нужно помочь. Отмечает, что инфраструктура в городе есть, вместе с тем внес распредложение. Если хотите помочь слепым, просто линии провести, чтобы было видно. Наверное, к таким аптекам и, как говорится, дорожкам. И там к хлебному магазину. Во многих учреждениях и общественных местах сегодня можно видеть элементы ступеней, выкрашенные в желтый цвет. Это и есть разметка, которую способны воспринимать слабовидящие. Председатель городского общества слепых Андрей Ермолов говорит, что программа «Доступная среда» в Анапе не просто словосочетание. Такая плитка с пазами для специальной трости соединяет социальные объекты и санатории, где работают массажистами десятки слабовидящих. Постоянно увеличивается число светофоров, оборудованных звуковым сигналом. Андрей Ермолов отдал в городскую администрацию техническую документацию на систему, которая облегчит посадку слабовидящих в общественный транспорт. В отделе транспорта и связи городского управления ЖКХ подтвердили, что приняли информацию и прорабатывают вопрос с транспортниками. А со следующего года наличие таких устройств станет обязательным условием для участия перевозчика в конкурсе. Анапчане могут бесплатно проверить свое здоровье. 3 октября в онкологическом центре Sunrise Clinic пройдет акция, приуроченная ко дню пожилого человека. Бесплатной будет консультация онколога. Прием по предварительной записи по телефону 7500. Анапское шоссе 87А. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете также найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова